Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару, Елена Мищенко в студии. В эфире новости Центральной Азии и сегодня в выпуске мы расскажем. В Таджикистане не хватает жилья. В Бишкеке родственники задержанных активистов по Кимпирабаду вышли на акцию протеста. В Узбекистане сократят количество госслужащих на 35%, а министерств и ведомств – в два раза. В Таджикистане не хватает жилья. Обеспеченность населения жильем ниже нормы, установленной законом. В рейтинге стран СНГ республика занимает последнее место по этому показателю. Как пишет Азия+, за 9 месяцев текущего года в Таджикистане построено более миллиона квадратных метров жилья, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего домов построили в Сагдейской области, а меньше всего – в Душанбе. Средняя обеспеченность населения жильем в стране составляет почти 11 квадратных метров на человека, что на 8% ниже установленной жилищным законодательством социальной нормы на одного человека. Таким образом, Таджикистан продолжает отставать от других стран СНГ по уровню обеспеченности населения жильем. После него в списке идут Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан. В Бишкеке родственники задержанных активистов по кемперабадскому делу вышли на акцию протеста в парке Панфилова. На акции присутствовало около 70 человек. Близкие потребовали от президента Садыра Жапарова освободить задержанных активистов под домашний арест. Как пишет Кактус Медиа, сотрудники аппарата президента пригласили участников акции в Дом правительства. Напомним, что в Бишкеке в октябре были задержаны около 30 политиков и активистов по подозрению в подготовке к организации массовых беспорядков. Суд водворил их под стражу на два месяца. В декабре мера пресечения была продлена еще на два месяца. В знак протеста с решением суда 19 фигурантов объявили голодовку. Адвокаты некоторых задержанных и представители института омбудсмена заявляют о проблемах со здоровьем у некоторых содержащихся под стражей граждан. Сами задержанные считают уголовное дело политическим преследованием за их позицию по передаче земель Кемперабадского водохранилища Узбекистану и созданием Комитета по его защите. В Узбекистане сократят количество госслужащих на 35%, а министерств и ведомств – с 61 до 28. Об этом в своем ежегодном послании парламенту и народу 20 декабря сообщил президент Шавкат Мерсиоев. Президент анонсировал поэтапное сокращение численности государственных служащих на треть, а сэкономленные средства будут направлены на решение социальных вопросов. Президент предложил перейти к компактной и эффективной системе государственного управления. На первом этапе будут реформированы министерства, принципиально изменится и метод работы правительства. Каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, а также руководить комитетами, агентствами и инспекциями, входящими в структуру. Президент Узбекистана подписал указ о новой административной реформе. По его словам, Узбекистан уже добился больших результатов в сферах дошкольного образования, жилищно-коммунального хозяйства, инвестиций, коммунальных услуг, государственно-частного партнерства. И сейчас самое время перейти от ручного управления к системному управлению, работающему на конкретный результат. В Казахстане половина ТЭЦ в аварийном состоянии. 19 из 37 теплоэлектроцентралей входят в так называемую красную зону, в желтую – 11, и только 7 ТЭЦ не требуют ремонта. Зоны риска определили по износу, технологическим нарушениям, сроку эксплуатации и дефициту квалифицированных кадров. Для ремонта самых изношенных ТЭЦ, по предварительным данным Минэнерго, потребуется 182 млрд тенге. Как пишет Азатык, в Министерстве энергетики Казахстана говорят, что на текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Сумма недофинансирования составляет 888 млрд тенге. При этом министр отметил, что для реализации работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квази-госсобственности, предлагается профинансировать из госбюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника. Средний износ электрических сетей в стране составляет почти 70%, и хуже всего ситуация в Восточно-Казахстанской области. На прошлой неделе в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявили, что для модернизации тепловых сетей в стране понадобится 15 лет и более 2 трлн тенге. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои мнения в комментариях. А мы с вами встретимся завтра на канале Аздару. Аздару